В прошлой серии Джей Джей отправился на болото помогать монахам. Эти хождения вывели его в покинутую деревню, где сидит сталкер, которому есть что рассказать о меняющем лице. Если смотрите не с первой серии, то лучше начните сначала. Ссылка на плейлист в описании. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Давайте разберемся, что у меня сейчас по заданиям. Найти грузовик, это, понятно, основная цель. Ну и найти команду первого вертолета. Тут у нас есть переход на янтарь, сказали идти туда. Да, сейчас мне нужно получить, ну точнее спросить про инвертор у ученых. На этом мне дал наводку Леша Бурман. Блин, а я кстати забыл, подожди, история. Нет, тут уже наверное диалога с Леша Бурманом не будет. А помните, он же меня звал, типа, у меня есть задание. А, вспомнил, да, это же и было задание, помочь монахам. Все, 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 я дурачок. Так, ну это тут так и будет сидеть. Сказали то, что в каком-то доме на чердаке есть винторез и еще что-то. Не знаю, конечно, зачем мне винторез, но давайте поищем. В винторезе я в принципе не нуждался. Блин, как же стало хорошо жить с вампиром теперь. Просто выносливость не тратится. Такой кайф. Также, кстати, скорее всего в этой серии я найду наш любимый экзоскелет. На кучу переносимого веса, который кочует опять же тоже из мода в мод. То есть в этом моде он тоже есть. Не было еще ни одного мода без этого экзоча. Блин, так вот, где этот винторез, про который мне говорили, я хз. Пока что что-то бегаю и ничего не могу найти. Я, блин, даже примерно знаю, как выглядит эта картина. Картина той комнаты, где должен лежать винторез. Мне просто кто-то, помню, вообще в 2017 сбрасывал скрин из этого мода и я почему-то запомнил. Я не знаю почему. Ну, слушайте, по-моему, это тут, нет? Только как сюда забраться? Наверное, через забор? Да, да. Но что-то я, по-моему, ошибся и тут нихрена нету. А, нет, есть, вот оно, вот оно. Вот отсюда мне скрин сбрасывали. Вот это вот скрин, то, что тут лежит чел, у него как бы винторез и тут вот всякие прикольчики с ним. Также у него тут еще аптечки, патроны к винторезу. Винторез сам и заберу, заберу консервы. Ну и все, больше у меня не надо. Не знаю, почему у меня это запомнилось, но вот так вот. Ладно, сказали идти на янтарь. Идем на янтарь. Я на янтаре, пока что ничего сверхъестественного. Картина тут совершенно обычная, не темная, как на других локациях. Ну еще плюс, конечно, времечко. Утро. Так, да, есть кто-то в бункере. А, Грек, серьезно? А, ну да, он же говорил, что пойдет на янтарь. Спит он тут. Че спим? Вставай. Здорово, Грек, рад видеть тебя. А, здорово, Джон, ты чего здесь? К ученым решил заглянуть, насчет работы поинтересоваться. А где все? Не знаю, не застал. А ты откуда и куда? Да я в порядке, дело доделал, спасибо тебе за снарягу. На сортировку иду. Да что-то притомился я. Из центра идешь? Значит и инвертор у тебя есть. Есть, только смотри без глупостей, не люблю я этого. Как он хоть выглядит, покажешь? Не жалко, смотри. По уляма зелени такая хрень стоит. Вот только купить негде. Насмотрелся? Вот и ладно. Ну что, ученых нет, сработать и облом тоже. Что делать будешь? Червоточину в тоннеле пощупаю. Ха, без инвертора просто отшвернет тебя и все. Хотя, бывали случаи. Сам видел, чувак без прибора через периметр прошел через червоточину. Правда постарел лет на сто, почти сразу в ящик сыграл. Хм, так может мне повезет, а? Ладно, бывай грек, встретимся на сортировке. Хм, а червоточина на агропроме типа, да? А на янтаре куда переходы есть? Только на агропром. В принципе, на янтаре больше делать нечего. Такая, знаете, какая-то янтарь получается локация. А где она вообще? А, а янтарь смотрите, хер знает куда вообще забросили по расположению. Вот дикой территории, янтарь тут должен быть. Его вот сюда выкинули. Короче, янтарь тут, как я понял, такая промежуточная локация, чистая. А, или подожди, или где? Или в лабе Х16 червоточина? Я забыл. Так, ну-ка, что мне этот говорил? Самая устойчивая червоточина находится в тоннеле под лабораторией Х16. А, ну вот, да, мне в лабу надо. А я уже на агропром сразу хотел. Или не надо все-таки. Хм, вот и черт знает. Ну, давайте сходим, посмотрим. В тоннеле под лабораторией. Видимо, это опять идет речь о тоннеле, через который мы выходим из лабы. Ну, я так подумал, по крайней мере. Так, ну и что у нас тут? Ой. Серьезно? Снорк? Ты что тут делал? Блин, повезло тебе. Готово. Так, ну, я как обычно, да. Не знаю, имеет ли смысл все обыскивать. Наверное, нет. Что-то мне кажется, что лаборатория тут пустая. И кроме парочки снорков тут нихрена нет. Хотя, вот тут можно поднять патронов, наверное, и аптечек. Так, вот она установочка. Тут, в принципе, ничего сверхъестественного не наблюдаю. Рычаги опустить нельзя. Так, ну, зато тут хоть смогу найти патронов для винтореза. Хотя, опять же, не думаю, что буду пользоваться винторезом. Но может пригодиться, кто его знает. Кстати, у меня перевес. Плохо дело. СВД. СВД выбрасывать я не хочу. Ну, пистолеты. Эти-то мне уж точно не нужны. Все. Итак, я в тоннеле. Не знаю, тот ли этот тоннель. Но других я, в принципе, не знаю на интере. Поэтому, видимо, что-то где-то здесь я должен найти. Сейчас посмотрим. Я не знаю, где она расположена. И найду я ее, если буду идти чисто к выходу. Поэтому, на всякий случай, заворачиваю во всякие места, осматриваю. Но пока что ничего не нашел. И все ведет к выходу именно. Но тут ничего нет. Хм. А. Нет, она была в самом конце, оказывается. Иди нафиг. Ну, и типа, вот меня вынесло сюда. Ничего не произошло. Не знаю, нужно ли рассказывать об этом Греку. Но давай на всех случаях зайдем. Если он, конечно, не пропал. А он, походу, пропал. Да. Нет его тут все. Ну, значит, на агропром единственный переход. Вот, больше на интере делать нечего, реально. Я на агропроме. И сразу вижу какого-то Дэдмэна. Или Дэдмэна. Дед Инсайт. Здорово. А что с болотом? Оно какое-то странное. Ну и костюмчик у тебя. Здоров, чувак. Присаживайся. Здоров, кусаться не будешь? Пока вроде нет особого желания. Откуда ты? Сортировки. Меня зовут Джон Джо. Я Дэдман. Вот и познакомились. Как там Сидор на кордоне? Торгует все? Сидор на сортировке сейчас. Слушай, дружище. Военных не видел здесь? Видел издали. Одного. К корпусам шел. Там спуск в подземелье. Что за подземелье? Агропромовские. Говорят, там раньше тайник группы Стрелка был. Неужто я не слыхал? Слыхал. Большое подземелье? Вертушка поместится? Нет, вряд ли. Хотя там был ход, ведущий в подземные цеха. Диггеры завалили его зачем-то. Подземные цеха? Да какие там цеха? Одно название. Бывало я там. Обычный отстойник. Хотя, вот там вертушка поместится. Хм, ну удачьте, чувак. Реально какой-то непонятный типок. Так, что у нас тут есть в болоте? Ну-ка давай рассмотрим. Это что такое? Мм, это нам надо, да, заберем. Это что? Не знаю, нужно ли. Но возможно тоже заберем. А что реально водичка такая какая-то слишком волнистая, скажем так. Ладно, батарейку я возьму на пояс. В принципе, электрошок лишним не будет. Кстати, раз что у меня есть вампирчик, можно два кристалла повешать. Думаю, у меня от этого хуже тоже не станет. Выносливость все еще бесконечная. И мы можем заобузить на агропроме сейчас поспать типа ночью. И зайти в подземку и залутать артефакты на выносливость. Потому что, опять же, вампир вроде не бесконечный. Не знаю, по сюжету, видимо, у меня он где-то пропадет. И мне нужна будет какая-то альтернатива. Поэтому, думаю, парочку там вспышек или лунный свет мне точно не помешают. Так, ну, корпус агропромовский пустой вот этот, по крайней мере. Не знаю. А, нет, есть кто-то. Леха, понимаю. Ну, тут машина есть. О, это была ловушка. Проклятие. Да иди ты нахрен. Ты что такой жирный, слышишь? Вообще неадекватный. Так, не знаю, а тут ли есть переход вообще? Но не показывается. Тут тоже не показывается, но, наверное, есть. Но, может, второй корпус чекнуть, вот этот. Мало ли, там кто-то есть, с кем нужно поговорить перед тем, как идти в подземелье. На всякий случай пойду прогуляюсь. Ну, вот я говорю, он не пригодится мне в интересах. В итоге он мне нужен, потому что на мой автоматик патроны уже кончились. Ну, тут тоже какой-то бандит. Не, ну нахрен, это опять перевертыш. Пошел он к черту. Я в подземку. Ну, а вот знакомые подземелья Агропрома. Окей. Ммм, нужно было поспать. Я что-то затупил. Артефактов тут сейчас нема. Но я думаю, можно поспать прямо сейчас. В 12.40 время. Можно, в принципе... А, вот, кстати. Радиосканер. Интересно. А как? А как какать? Писали то, что радиосканер пригодится. Потом у меня есть, типа, отдельный слот. Но вот как его в отдельный слот этот положить? Не знаю, ладно. Ну, пусть на поясе висит. Что, он мне мешает, что ли? Пока что нет. Все. Время 0.0.24. Артефакты на выносливость уже должны были отспавниться. Давай посмотрим. Да. Вон они валяются. Но их удобнее будет забрать с той стороны. Поэтому тут я пока лезть не буду. Пока что продвигаемся вниз. Правда, не знаю, с чего я сейчас мутантов буду убивать. Походу, с ружья. Потому что... Ну, не с винтореза же. А, кстати, тут вот тоже можно уже сразу бенгарский огонь поднять. Блин. Смотрите, все-таки попробую. Секунду. Опа. Ну как? Чуть лучше стало, да? Короче... О, боже. О, нет. Они идут за мной, что делать? Короче, я решил еще раз попробовать динамику. Но полазить в консольных командах. Ну, вроде как, вот лучше сделать удалось. Типа, все равно ярковато. Но, как мне сказали, это уже такая, скажем так, палитра мода. То есть, тут фонарик яркий. Все довольно такое яркое. Но, в целом, убраны именно засветы. Прямо такие жесткие. Ну, не знаю. Это, конечно, надо выходить на улицу смотреть. Но, вроде, вот я сейчас запустил на динамике. Вообще херово было в подземелье. Ничего не видно. Пошаманил. Играбельно стало. Ну, короче, хрен его знает. Сейчас я кровососа убью. Все, найс. Потому что, ну, блин. Вот эти вот, например, похождения по ведьминам болотам на статике. Они меня, конечно, вчера, этот, знатно загнали в кринж. Так, вот они, артефакты. Нужно их как-то сейчас забрать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Забрал. Забрал и выжил. Удивительно. Ну, я про второе. Лунный свет один есть. Шикарно. Два бенгарских огня, четыре вспышки. И тут еще бенгарский огонь и вспышка. И еще одно. Замечательно. Нужно теперь только что-то сбросить. Глаза плоти. Или копыта кабана. Но они стоят дешево. Даже если их кто-то у меня когда-то купит. Хрень же полная. Так, вообще, в подземельях агропрома есть какой-то переход. О, боже. Умри. Есть какой-то переход. Не знаю. Непонятный. Вроде это фиг знает куда, короче. Типа вот он. По лестнице вверх поднимаешься и там этот переход. Вряд ли он отправляет на поверхность. Скорее всего, во вторую часть подземок агропрома. Потому что вряд ли тут подземка объединена. Я так думаю. Но я сейчас, короче, разминировал проход в тайник стрелка. Посмотрим. Может что-то в тайнике стрелка я найду. Интересно. Так, огненный шарик здесь. Тут что? Бинт. Спасибо. Тут ящики с аптечками. Тут патроны ненужные мне. Тут гранаты. Сейф. Смотрим. О! Снова этот кольт. Метательные ножи. Но это все мне, короче. Это все мое. Пять научных аптечек. Патроны как раз пополню. Запас. Вот это все возьму. Нужно что-то скинуть все-таки. Придется попрощаться с СВД. Ну что, стоит признаться, она мне не потребуется. Я думаю, в ближайшее время уж точно. Арты нужно какие-то выкинуть. Ну какие? Капли. Не знаю. Эти патроны нафиг. Ремнобор у меня есть на 350 кг. Непонятно только. Когда мне его использовать? Допустим, сейчас. Ремонт брони. Видите? А у меня нет ничего разбирать на запчасти. Короче, я ремнобор скину. Вряд ли я им сейчас воспользуюсь. Да и тем более экзач я потом возьму. Да? И чтобы у меня починить экзач, мне нужно будет еще один экзач, как я понял. Или нет? Или берилл подойдет, допустим? Хрен его знает. Но, короче, нет, берилл пока что у меня будет. Пусть будет. Но это я скину. Кстати, да, сказали еще пропуск засейвить. Вот этот липовый пригодится. Щупла. Гранаты РГД. Капли все-таки скину, окей. Да в целом эти дешевые артефакты я скину. Они мне не нужны. Продавать я их не вижу смысла, но душу оставлю. Ломьте мясо, хрен его знает, нужны или нет. Но окей, сброшу. Бенгальские огни я точно не буду использовать, когда у меня вампир исчезнет. Лучше, бенгальские огни дают электрошок. Дикий. Ну, такой же, как и все остальные арты, но при этом выносливости нихера не дают. Зачем мне три бенгальские огня, когда у меня есть шесть вспышек на 73 выносливости? Так, колбаску. Ну, 86 кг, ладно, живу кое-как. Так, есть тут еще что? Нету, окей. Блин, теперь у меня не получится ходить все время со включенным фонарем, потому что фонарь тут иногда слишком яркий, конечно. Ну, я понимаю, зачем сделали графику чуть посветлее. Ну, как чуть, вообще прям. Потому что в основном локации темные. Вот, включил бы эту графику на темном кордоне, вообще, была бы шикарная картина. То, что нужно. И темно, и атмосферно, и при этом, как бы, ну, без перегибов. А так, ну, конечно, кажется, пока что все яркий. Ну, ничего, ничего, привыкните. Ну, если кто-то еще какие-то, либо консольные команды подскажет для регулировки всего этого дела, либо еще что, буду благодарен тоже в комментариях. Так, ну, походу, мне все-таки нужно идти в тот переход, который я видел. Другого тут я не нахожу выхода. Так, да, я оказался действительно в ЧНовской части агропрома, скажем так. Так, ну и что тут за фигня? Жарок тут нету, как в Кулу в Чернобыле. В Кулу в Чернобыле эти жарки меня просто невыносимо бесят. Они постоянно стопят. Ну, карти, кстати, мини-карти херово очень. Она просто не рабочая, скажем так. Окей, поднимаемся. О, я вижу уже какой-то труп на карте. Так, ну, мы выходим в самую огромную комнату. Но вертолета тут нет, уже, о, там, смотрите, как светится хорошечно. Светляк, ну-ка, ну-ка, где он? Он, видимо, где-то тут внизу валяется. А, вот светляк, ля, такая красота. А, вот оно, пацаны, вот он, тайник. Светляк тут не зря валяется, он, типа, наводит на вот этот рюкзачок. Вот оно, пацаны, модерниз... Фу, блин, модернизированный экзоскелет. Наш любимый, ну, мой любимый. Сюда, 190! А, что с тобой сделали? Его порезали, прикиньте. Он теперь не 500 кг дает. Шок. Ладно, а вот тут трупы где-то. Вот они, вот они. Вот она, ваша эта экспедиция. Да, что тут у нас? Офигенное имя, просто прочерк, причем бы, собственно, и нет. Да, трупов тут дофига, все друг на друге валяются. Но пока что никаких КПК или еще что-то я не нашел. Так, что у меня? Какие-нибудь заметки появились? А, да, есть. А, вот, инвертор пространства, что-то новое тоже. Не покидать странное чувство? Я уже видел где-то что-то подобное этому нелепому предмету. Мутительно пытаясь вспомнить, поймать ускользающую нить ассоциации. Ага, убитые ученые. Кто-то жестко расправился с группой ученых. Судя по входным отверстиям, стреляли из оружия калибра 0,45. Ну, из даггеров, я уверен. Так, вот, лесенка, можно выбраться. Ну, не знаю, должен ли я найти что-то в трупах ученых. Ну, давай, короче, попробуем их оттаскивать друг от друга. Чтобы, так сказать, вся вот эта вот куча тут рассосалась. Я точно был уверен в том, что я обыскал всех. Потому что, нахрен такие звуки делать? Потому что, мало ли. Не, короче, я всех обыскал. Ничего я тут не нашел. Ну, раз заметка занеслась, значит, наверное, это можно считать выполненным. Но вертелет я тут так никакой не нашел. И что вот мне делают, например, после подземки, да, я не знаю. Но, очевидно, искать отсюда какой-то переход и ливать на другую локацию. И там, может, я что-то да найду. С кем поговорить или еще что. Ну, а так, в целом, да, непонятненько. Так, подожди, это я отсюда пришел, да? Да. I'm idiot. Вообще, страшное такое, конечно, помещение. Такого масштаба огромного. Смотришь наверх, становится стрёмно. Так, вот мне сюда. Ну-ка, интересно, тут что-нибудь есть? Тут ничего нету. Ммм, какой-то нейтрал отмечается. Лейтенант Рён. Интересно, что он тут забыл? Так, тут что-то есть? Вкусное. Нету. Оно не лутабельно. Ну, здорово. Че сидишь тут? Кто здесь? Стоять! Спокойно, лейтенант. Ты должен меня помнить. Я Джо-Джо. Да, да, я помню тебя. Южная Америка. Я помню тебя, Джо-Джо. Что случилось с вертолетами? Где морпехи? Группа эвакуирована. Операция завершается. Я последний. Вертолет уже вылетел. Нам нужно идти. Куда? Стоя, Рён! Стоит. А куда идёт? О, стоя, Рён! Нет! Ну, мне, видимо, за ним нужно идти. Интересно, спускаетесь, молодой человек? Куда бежите? Я даже не могу представить, куда он меня приведёт сейчас. О, кстати, ещё один рюкзак, который я проскипил. Но он тоже не лутабельный. Поэтому, какая разница? Так, на всякий случай, пушку на готове нужно держать. Патроны, благо, появились. Можно жить. Но он тупо выходит из этих подземельей. Я не знаю, что такого. Справедливо. Хорошо, мы вышли на агропроме. Рён рядом. Куда бежишь, друг? Не знаю, всё ещё куда-то бежит. А где мы вышли? Мы вышли рядом с военным комплексом, да. Корпусом, точнее, комплексом. Блин, ночь на улице, кстати. Я думаю, нужно поспать, чтобы посмотреть на картину днём. Картина маслом. Так. Ну, выглядит адекватно пока что. На первый взгляд. А на второй взгляд... Да-да, так лучше. Нормально, я думаю. Хорошо, хавчик. Ну и чё, куда-то побежал, друг. О, я слышу вертолёт, действительно. Базарить с ним всё ещё нельзя. Где вертик? А, вон он. Нифига, чё-то высоковато слишком. Чё, он будет высоту снижать или как? Ну, вроде да, он потихонечку приближается к нам. Только он так летает, будто он сейчас меня обстреливать собрался. Что? КПК. Что в нём? КПК лейтенанта Рёна. Справедливо. Всё, все задания выполнились. Доложить полковнику Копперу теперь чисто. Так, ну это понятно. А переходы тут какие есть? А, ну на свалку, а там бежать в сортировочку мою любимую. Там заодно и заценим графику динамики, потому что сортировка, конечно, проблемная в основном. Но не знаю, что меня напрягает, это то, что всё вокруг это размыты. Смотрите, даже та собака, она мне кажется какой-то слишком, не знаю. А вот через прицел сорю вроде всё нормально. Вот тут у меня вот какое-то такое странное ощущение, не знаю. Вдали всё какое-то дерьмовое. Ликвидирует цель. Хьюго, ситуация в корне меняется. Появились конкуренты. Будут мешать. Получи координаты. Ликвидирует цель. Какую? На кордоне? Понял. Сделаем. Подхожу к ЭТП. Ликвидирует цель. Так, да, отмечается кто-то. Жорка Мавр. Интерес... О, боже, тут заминированный. Интересный конкурент. Чем он мне помешать мог? Мне кажется, это просто очередной перевёртыш, не? Нет. Странно, реально. Дефолтный бандит. Чем он мог помешать мне? А, а. Ну, найс. Мне, типа, несколько целей нужно ликвидировать. Следующая цель на свалке, откуда я только что пришёл. Шикарно. Кто-то спросит, ну почему ты не идёшь на свалку? Потому что я хочу сходить за машиной, которая тут в начале локации есть. Так будет быстрее, чем если я сейчас просто побегу на свалку, ликвидирую и побегу обратно через весь кордон. И то не факт, кстати, что меня отпустит это задание. Скорее всего, там, не знаю, где-нибудь на Агропроме ликвидировать. Хотя, опять же, пробегал Агропром, никого не было. И так далее, и так далее. А тут машина хоть есть? Я её тут хоть оставлял? Да, вроде должен был. Да, вот она. Нойс. Сейчас вам покажу, как тут дверь отвалилась. Как тут хорошо гоняется по кордону чистому. Где ни аномалий, тень, нихрена. Вообще, я до максимума разгонюсь и просто что-то я дрифчу. Это всё из-за дождя или что? Ну, хотя дождя нету, просто какая-то, знаете, такая погода, будто как бы дождь есть, но нет капель. Туман какой-то дикий. Ну, короче, вот так вот. Довольно классненько и кайфовенько. Чисто рассекаешь по дороге, никто тебе не мешает. Так, тут же мина не заминировалась обратно за пару минут. Если я тут ещё проеду, конечно, то что-то не получается. Нет, всё в порядке. Ох, как дрифтанул. Всё, машина вынуждена оставить здесь, потому что дальше я с ней не пройду. Так, свалочка, но хоть он недалеко от перехода, и на этом спасибо. Но опять же, мне кажется, что мне ещё цели дадут. Может, хоть тут цель посолиднее будет, потому что... Ну, какой-то одиночка. Странные цели, реально. О, нифига, я не видел эту штуку, надо будет поездить на ней. Дальше кто? Ну, теперь два задания висит. Одно на агропроме, второе в тёмной долине. Ну, кто бы мог, ёпта, подумать. Ну, тут хотя бы машина есть. Быстрее, думаю, будет. Ой, да, рулить, конечно. Точнее, вид здесь не очень удобный. Ну, ладно. Так, ну, я сначала на агропром, наверное, съезжу. Не, ну, хотя, слушайте, уютненько тут довольно-таки, да? Смотри, я, кстати, могу даже посмотреть, что сзади. Сидишь в таком и думаешь, что тебе на всё пофиг. В этом вот что-то есть такое, знаете, какая-то своя атмосфера. Ну, ездить нормально, кстати, чётко. Так, я приехал. Кто тут? Бандит очередной. Лёха Покойник. Здоровский никнейм тебе выпал. О, тут не выбыло ещё, прикольно. Но я лучше на Хаммере поезжу, что-то. Он мне понравился слишком. А, типа, принцип домино, я понял, почему так задание называется. Я, типа, убиваю чела, и мне за него ещё два квеста дают, да? Таким образом, типа, ну, вы поняли, что за принцип домино. На кордоне ликвидировать. И где, где, где? На янтаре, рили? А тут, а у меня нет перехода на янтарь. Чё делать? Чё за бред? Типа, через заброшенную хрень эту или что? Или можно там всё-таки через болото как-то перейти? Ну-ка, пойду чекну. Через заброшенную деревню, я хотел сказать. Через покинутую. Я смогу тут заехать. Меня аномалия, правда, подкинула, скажем так. Так, я тут теперь в космос отправился. Но, в целом, нормально. Где я вообще? А, ну, чётко. О, нет. Тихо, 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 всё в порядке. Привет, дед инсайт. Чё скажешь нового? Нет, с ним вообще поговорить нельзя. Интересно, кто он, что он тут делает? Ну, перехода тут обратного никакого нету. Поэтому это дерьмо какое-то получается. Какой нахрен янтарь? Это, типа, мне на болото. Потом на ведьминоболото и так далее, и так далее. Что за бред? И обязательно ли выполнять это задание до того, как я поговорю с копером? Ну, наверное, нет, но ладно. Всё равно сейчас езжу в тёмную долину, ликвидирую там, потом на кордоне ликвидирую. Короче, на таких... О, боже, отпусти меня. На таких позволительных, скажем так, локациях, да, я выполню. А вот если там в какую-то жопу меня закинет, то... Нет уж, спасибо. В другой раз. Потом. Разумеется, можно сильнее разогнаться? Ну-ка, переключай передачу. Нет, передачи тут нету. Вот оно максимум вот так разгоняется, и всё. Ну, как бы и нормально, чё. Перешёл в тёмную долину, и всё, не едет больше машина. Странности. Почему так? Это ж за... А, вот залез. Реально, ну, жму вперёд-назад, ничего не происходит. Только вот так вот, как дурак, дёргаюсь. Но при этом, вроде, я не врезался, ничего тут такого нету. Странности непонятные. Хм, может перезагрузиться. О, помогло, реально. Странно, почему она не ехала? Так, цель около фермы гуляет. А, и тут, кстати, если чё, есть переход на кордон, можно будет сразу прыгнуть. Далее попробуем цель задавить. Чисто по приколу. Вон она, вижу. Кто это у нас тут? А. Тут ещё один. Проклятие, его уже задавить не получится, он открыл огонь. А тут кучу народу, я так скажу. А, это перевёртыш. Ват. А чё за наёмники тут тогда? Это тоже перевёртыши. Интересно вы тут устроились. И вон ещё один наёмник, его сейчас убьют, он тоже в мутанта превратится, да? Я ускорю этот процесс. Я поехал на кордон в таком случае, нос нафиг. Так, а где ещё появились задачи? Кордон это понятно, янтарь это понятно. Снова свалка, и теперь ещё добавились болота. Короче, какой-то странный квест, жду пояснения в комментариях. Чё за фигня? Типа, и бесконечно он так что-ли будет? Ну я короче, ой блин, буду его по возможности выполнять. Потому что, ну он какой-то странный. Для чего он вообще? Причём в одних и тех же местах, вот что самое интересное и бредовое одновременно. Так, ладно, кто тут опять? Одиночка? И главное, откуда они взялись? Все эти челы. Типа тут же в зону вообще не проникнуть. А тут они хоп и появились. Кто их пропустил? А главное, нафига? Чё-то не заметил, как я на этой штучке все локации объездил. Но если я поеду в следующий раз на свалку, то я не смогу проехать. Вот не смогу, тут нет перехода. Я попал в ловушку. Я загнал эту машину в ловушку, она дальше картона не уедет никогда теперь. Вот и идиот. Ну ладно, таков путь. Ну, да, могло быть и хуже. Всё-таки мне не даёт покоя вот то, что, смотрите, я смотрю на того военного, он какой-то пиксельный. Я вообще его еле различаю. А так нормально. Ну и то не очень. Или это не в моде дело, или что, или я придираюсь. Я не понимаю, короче. Странно. Всё здесь странно. Ну вроде дыхабельно выглядит, скажем так. Этот ваш предманник. Хотя, чёрт, я вот сейчас еду по этому асфальту и мне снова больно. Не сильно, конечно, но больно. Ну-ка, а что если эксперимент ещё? Хм, на полной динамике это выглядит не так дико. Но всё равно вот то, что на таком довольно маленьком расстоянии у меня всё пикселизится... Но всё равно то, что на таком маленьком расстоянии перестаю что-то видеть, и у меня всё пикселизируется так сильно. Меня это очень... А может, у меня реально шиза? Ну-ка вот сейчас статику поставлю, допустим, посмотрю. Хм. Похоже у меня действительно шиза Потому что на статике все точно так же Ну почти Но так не было Или было Но просто я не замечал Короче, да, странно В таком случае оставлю полную динамику Потому что на ней вроде асфальт не такой святой С теми консольными командами, что я применил Ваши люди мертвы, полковник Есть возможность эвакуировать тела? Нет Тела в столь недоступном месте? Да Я говорил с последним из оставшихся в живых С лейтенантом Реном И видел, как его забрал вертолет-призрак Дьявол Контракт выполнен, полковник И куда он пошел, не знаю Но куда-то идет И что делать дальше, я пока не знаю Но сейчас нужно посмотреть, что он будет делать О боже Что за бред? Офигеть, я испугался Это что за подстава? И что, мне нужно всех ликвидировать, типа? Так, я на этом, пожалуй, остановлюсь Потому что это слишком интересно И что у меня оружие пропадает периодически? Что за дерьмо? Леша Борман, наемник Это ты там бузишь Дуй ко мне, спрячу до времени Блин Я обязательно покину этот чертов городок пиндосов, блин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok